Девушки отдыхают Первую путевку в финал четырех с Галатасараем из Стамбула. Отбросим прошлое, а следим за тем, что здесь и сейчас. Дебют выдался страстным и невыносимо томительным эмоциям, переживания в общем полный набор. Как иногда говорят у нас в России, с горечью пополам. Первую четверть хозяйки оставили за собой. 23-15. Но только им одним плюс тренерскому штабу известно, как появились эти цифры. К сожалению, игру нельзя выиграть в первой четверти. Команда еще не успевает найти свой ритм. Но как только она его находит, все, что было ранее на паркете, меняется. Поэтому на старте было очень тяжело. Да и к тому же мы немного волновались. Но потом все наладилось, и соперницы нас уже не смогли остановить. После первых десяти минут у меня не было сомнений в том, что мы выиграем. Эти мысли пришли после того, когда мои девушки расстались с волнением. Так всегда бывает, если на площадке играет команда одного уровня. Тем более в таком ответственном четвертьфинальном матче. Я смотрел, как мы действуем в защите, в нападении, как бросаем, как подбираем. Все подталкивало к тому, что встреча сложится в нашу пользу. Но все это было впереди. Соперницам предстояло пройти второй игровой отрезок. Галатасарай еще достаточно силен и по-прежнему метко стреляет. И все-таки тот ритм, который удалось поймать отважным Артемидом Олафа Ланге, в дальнейшем позволил нашей команде склонить чашу весов в свою сторону. В третьей четверти мы позволили сопернику уйти вперед. У нас были потери и многое не получалось, что, в общем-то, и привело к такому результату. Вперед! 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 А вот и Санчо Литту, которой так не хватало в Стамбуле. У нее была травма, и она пропускала тот матч. Но в этот вечер девушка играла. Сегодня мы вышли на паркет, чтобы драться. И если первая половина прошла на равных, то после большого перерыва мы смогли показать свою игру и победить. Собственно говоря, так оно и было. В УГМК дрались все. И каждый из них приближал победу. Независимо от того, сколько набирал очков баскетбол, игра коллектива. Окончательный результат матча 86-66 в пользу УГМК. И теперь можно подвести общие итоги. Я очень счастлив, что мы вышли в финал четырех. Для нас предыдущая четвертьфинальная серия была нелегкой. По ходу противостояния мы не афишировали тот факт, что несколько наших баскетболисток выходили на паркет с травмами. А Санчо Литтл, например, вообще не смогла принять участие в стамбульской встрече. Поэтому я горжусь тем, как мы провели решающий поединок. Все боролись до конца, и сегодня выиграла лучшая команда. Не наш день, не жаль, что мы уступили. Хотя накануне прекрасно понимали, что будем сражаться с классной командой. В играх с таким соперником, как УГМК, нужно быть готовым и морально, и физически. Так вот, мы были к этому не готовы. Совершали очень глупые ошибки, которые обычно не делаем. И соперник нас справедливо наказал. Поздравляю УГМК и желаю удачи. Далее отметим самых результативных девушек встречи. Дайяна Таурази 26 очков. В том числе 4 дальних попадания из 6. Альба Торренс 15 очков и 4 передачи. И, наконец, сладкая парочка центровых. Санчо Литтл 14 очков, 5 подборов. Бритни Грайнер тоже самое, плюс на один подбор больше. Что касается гостевой стороны, то в Галатасарай больше всех настреляла Елена Дублеевич. У нее 17 очков. Ну и вот так выглядит состав участников финала 4. УГМК встретится с Прагой, а Надежда с Федербахче. Матчи пройдут 15 и 17 апреля, где именно ФИБА Европа скоро объявит. А пока давайте поинтересуемся планами нашей команды на первую встречу с УСК. Все правильно. К победе надо двигаться со здоровым и в то же время веселым оптимизмом. Тем временем УГМК готовится к другим матчам. 19 марта в рамках российской премьер-лиги Лисицы сыграют в гостях с курским Динамо. Оставайтесь всегда с нами и смотрите баскетбольные дневники. УГМК.